Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы смотрите передачу «Церковь и мир». Сегодня мы будем говорить о религиозном измерении украинского конфликта. И у меня в гостях главный редактор интернет-портала «Религия и СМИ» Александр Щипков. Здравствуйте, Александр Владимирович! Добрый день, Владыка! В августе нынешнего года были опубликованы два, на мой взгляд, очень любопытных документа. Два письма. Первое письмо святейшего патриарха Кирилла, обращенное Вселенскому патриарху о событиях на Украине. И спустя какое-то количество дней фактический ответ, реакция на это письмо со стороны архиепископа Святослава Шевчука, главы греко-католической церкви на Украине. Поскольку наши зрители, может быть, и не читали это письмо, я хотел бы, с вашего позволения, перечислить основные тезисы этих писем. Вот письмо святейшего патриарха Кирилла, Вселенскому патриарху. В этом письме он говорит о том, что на Украине очень сложная ситуация нашей пасквы. Он говорит о том, что униаты призывали к захвату православных святынь. Вспоминает их выступления на Майдане. Говорит о том, что эти выступления могли вызывать чувство ненависти к православной церкви. Подчеркивает, что несмотря на сложную ситуацию, украинская православная церковь, московского патриархата, остается неангажирован, остается прикладывать максимум усилий, чтобы остаться вне политики. Приводит конкретные примеры, довольно страшные примеры. Убийство священников православных на Восточной Украине, притеснение, избиение и так далее, унижение всевозможных. Рассказывает о том, как русская православная церковь оказывает гуманитарную помощь и вызывает опасения тем, что если гонители церкви возьмут власть на Украине, то гонения на православных могут усилиться. И в конце письма просит вселенского патриарха возвысить свой голос и свои молитвы в защиту православных на Украине. Вот такое пастырское письмо. Давайте я сразу поясню, чем было вызвано это письмо. Во-первых, это письмо не только вселенскому патриарху, а это письмо главам всех поместных православных церквей. И такие письма часто рассылаются в порядке информирования, поскольку главы поместных православных церквей между собой общаются. И как бы друг другу рассказывают о самых значимых, в том числе и трагических событиях в жизни своих церквей. Конечно, письмо патриарха вызвано тем обстоятельством, что, безусловно, конфликт на Украине имеет некое религиозное измерение. Мы знаем, что Украина – это страна многоконфессиональная, страна, где люди в разных областях исповедуют различные политические теории, где есть люди, тяготеющие к Западу, есть люди, тяготеющие к Востоку. Но вот вся эта картина политического разнообразия, скажем так, разнообразия политических взглядов и ориентаций, она еще дополняется и тем, что на Украине на протяжении нескольких веков существуют разные христианские конфессии, в том числе на Западе Украины важную роль играют греко-католики. И история сосуществования греко-католиков и православных на территории нынешней Украины, на территории польско-литовского княжества в свое время – это история трагическая, потому что уния была создана как спецпроект католической церкви по обращению православных в католичество. И идея заключалась в том, что православным позволяли сохранять свой обряд, но они должны были полностью принять догматы католической церкви и подчиниться власти папы. Там, где этого не происходило, там греко-католики прибегали к помощи гражданских властей. Именно при помощи гражданских властей осуществлялись гонения на православных. Так это было после 1596 года, когда в Бресте, Литовском, была подписана уния. Так это было и в начале 90-х годов, когда униаты захватывали православные храмы, пользуясь поддержкой тогдашних украинских властей. И, конечно, вот это измерение присутствует и в нынешнем конфликте. И, может быть, не случайно именно греко-католический архиепископ и откликнулся на это письмо первым, потому что почувствовал, что, конечно, греко-католики имеют прямое отношение ко всему тому, что сейчас происходит на Украине. Дело в том, что письмо главы греко-католической церкви на Украине, Святослава Шевчука, оно не пастырское письмо. Честно говоря, когда я прочитал его внимательно, у меня первая мысль, которая возникла, это, что письмо я, пожалуй, буду разбирать со своими студентами-политологами, потому что оно составлено абсолютно по таким пропагандистским политическим лекалам. Например, там есть специальная ось, вокруг которой строится письмо. Эта ось – это малазийский «Боинг», который трагически был сбит на территорию Украины. Повторяется три раза эта история. Он первый, в начале, в середине, и завершает это письмо абсолютно пропагандистскими высказываниями, которые намекают на то, что «Боинг» сбила российская сторона. То есть это письмо, ну такое не пастырское, а политическое. Потому что он пишет про «Боинг», он пишет о том, что в Крыму религиозные общины подвергаются откровенному насилию. Где, какие общины? Никаких примеров, никаких доказательств, а такие огульные обвинения. То есть это такое абсолютно пропагандистское письмо. Спрашивается, откуда взялась эта политизация? Почему униаты, они почему-то обижаются, но в принципе это такое общераспространенное наименование грек-католиков на Украине. Откуда взялась эта политизация? Где ее корни, где ее причины? Может быть, суть каких-то ценностных различий между униатами и православными? Как вы думаете? Ну вот я думаю, как раз, что уния с самого начала была политическим проектом. И не случайно греко-католические лидеры всегда были людьми политизированными, всегда были людьми, которые занимали определенные конкретные политические позиции. Не случайно национализм на Западной Украине был связан напрямую с деятельностью униатов. Не случайно униатские лидеры тесно сотрудничали с фашистами во время Второй мировой войны. Все это звенья единой цепи. И все это связано с тем, что, к сожалению, католическая церковь во взаимоотношениях с нами предстает, если можно так выразиться, как двуликий янус. С одной стороны, есть та цивилизованная католическая церковь, которая в лице Папы, в лице официального Ватикана сегодня ведет с нами диалог. Диалог этот нельзя назвать безуспешным. У него есть определенные успехи. Но я думаю, что если говорить о богословском диалоге с католической церковью, то как раз его главным успехом было принятие в 1993 году в разгар униатских бесчинств на Западной Украине документа. Документ этот был подписан в Баламанде обеими сторонами, католиками и православными. В котором уния осуждается как неприемлемый метод достижения единства. То есть, по сути дела, католики тогда впервые официально признали, что сама идея унии была ошибочной, что эта идея не привела к сближению между православными и католиками. За этим должны были последовать другие шаги. И готовился в диалоге, в официальном православно-католическом диалоге документ на тему пастырские и канонические последствия унии. То есть, документ, который имел целью создать, ну что ли, некий кодекс поведения православных и греко-католиков на тех территориях, где они сосуществуют вместе. Но этот документ так и не удалось подписать. Я как раз вошел в эту комиссию в 2000 году, когда в Балтиморе, в США, было проведено заседание, где предполагалось подписание этого документа. Католики отказались его подписывать, диалог на 6 лет прервался и потом возобновился, но уже по другой теме. А между тем, тема уния продолжает оставаться очень острой. Она возникает вновь и вновь. И то, что мы видим, в том числе вот такие политизированные заявления греко-католических лидеров, это вершина айсберга. А действительно, у этого айсберга есть своя основа. И это то изначально политизированное направление, которое было предано унии благодаря очень тесной опоре униадских лидеров на гражданские власти. Я где-то читал, что глава грек-католиков, Святослав Шевчук, ну как, человек папа Франциско, это за этим что-то есть, что именно он способствовал его появлению на этой кафедре? Или это досужие разговоры? Сколько тесна связь у них? Так, опять же, здесь мне не хотелось бы вдаваться в какую-то внутреннюю конфигурацию католической церкви, но есть определенная неловкость, которую мы испытываем всякий раз, когда начинаем говорить о проблемах греко-католиков с униатами. Они нам говорят, ну вы понимаете, мы на них повлиять ведь не можем, они же автономные, у них автономный статус, и тем не менее все назначения-то утверждаются Ватиканом. И назначение верховного архиепископа, и назначение любых других греко-католических архиереев, создание новых епархий, все это утверждает папа своей подписью. Поэтому, когда нам говорят, вот я не раз беседовал со своими коллегами из Ватикана, и когда нам говорят, что мы повлиять не можем, тогда я задаю вопрос, а кто может повлиять? Ведь это не наш с вами совместный проект униатства, это ваш проект, это проект, который был в свое время направлен на обращение православных в католичество. И вот если этот проект постоянно на каждом новом этапе развития ситуации срабатывает так, как он срабатывает, значит что-то неправильное есть в самом проекте. И может быть нам надо все-таки с вами не обсуждать сейчас в нашем богословском диалоге теоретические вопросы, такие как примат и соборность в церкви, а вернуться к теме унии, чтобы нам понять, почему эта рана все время кровоточит, почему мы никак не можем эту рану заживить и исцелить. Мне кажется, что цель грек-католиков на Украине заменить православие, ну, настоящее православие на суррогатное православие. Ведь нападая на Украинскую православную церковь, на каноническое православие, они одновременно поддерживают раскольников. Вот эту структуру, значит, филаретовскую, не каноническую. И, кстати, в этом письме, которое вы цитируете, там прямо сказано, там обвиняется московский патриархат в том, что он неуважительно относится к святейшей православной церкви Киевского патриархата. Хотя у нас с Римско-католической церковью есть давняя многолетняя взаимная договоренность, что мы не признаем раскольничьи структуры друг друга. Так вот, они в этой договоренности не хотят участвовать. То есть, как мы не признаем раскольнические структуры Римско-католической церкви, так же они не должны признавать раскольнические, отколовшиеся от православия. Здесь есть еще один любопытный момент. Греко-католики очень тесно связаны с националистическими организациями. Одно дело иметь какие-то убеждения, в том числе и пусть националистические, они все-таки потомки Бандера, я понимаю, а другое дело иметь связь с конкретными организациями. Ведь дело в том, что рано или поздно дойдет дело до суда, и за эти связи придется отвечать юридически. Поэтому здесь такой очень вопрос сложный. Но все-таки самое важное понять, мне хочется, вот то, что эта война этническая, это уже всеми признанные, западом признанные, это очевидно, идут этнические чистки. Но насколько эту войну можно назвать и религиозной войной? Вот я не думаю, что это, собственно, религиозная война, или как вот недавно в одной газете написали, храмовая война. Имея в виду, что храмы становятся тоже сейчас объектами разрушений, на храмы падают бомбы, гибнут люди, гибнут священники, гибнут прихожане. Все это, конечно, огромная трагедия. Я не думаю, что это религиозная война. Но я совершенно согласен с тем, что у этой войны есть религиозные измерения. То есть есть те религиозные группы, которые стоят за конкретными политическими силами и которые преследуют конкретные политические цели. И вот мы не раз обращали внимание на то, что в нынешнем украинском конфликте есть только одна церковь, которая не встала на ту или иную сторону, которая вообще не занимает какую-либо политизированную позицию. Это украинская православная церковь, каноническая, украинская церковь московского патриархата. Она объединяет верующих, у которых разные политические взгляды, у которых разные политические ориентации. И она не делит верующих на плохих и хороших, на правильных и неправильных. Тогда как греко-католики заняли очень четкую политическую позицию. Они себя ассоциировали с одной из сил, противостоящих друг другу в нынешнем конфликте. Так называемый Киевский патриархат тоже самое. Из уст его лидера звучат политизированные, крайне политизированные заявления, направленные на разжигание розни между людьми. И вот только каноническая украинская православная церковь, она способна сейчас объединять людей. И, собственно, задача церкви заключается в том, чтобы людей объединять, а не разделять по политическому признаку. Самое главное – это то духовное единство, которое сохраняется, и я верю, навсегда сохранится между народами России и Украины. Потому что наши народы были крещены в одной купели. Это была купель Днепровская, когда вся Киевская Русь была крещена. И вот это единство, которому уже более тысячи лет, мы будем продолжать его отстаивать. Мы будем продолжать за него бороться, несмотря на все политические обстоятельства нашего времени, несмотря на усилия и раскольников, и политических лидеров по расчленению того единого духовного пространства, которое мы называем Святой Русью. Спасибо, Александр, за то, что вы были гостем нашей передачи. Спасибо за приглашение. Дорогие друзья, у нас в гостях был Александр Щепков, и мы говорили о религиозном измерении конфликта на Украине. Оставайтесь с нами. Успенский собор в Кириллове построили ростовские мастера в конце 15 века. Храм выглядит несколько приземистым. Все потому, что он не имеет подклета. Это привело к тому, что его фундамент и кладка долгое время пропитывались грунтовыми водами. И в 19 веке храм закрыли из-за повышенной влажности и сырости. С уверенностью можем сказать, что режим в соборе стабилизирован. Переувлажнение в летний период и пересыхание в зимний период здесь уже не происходит. Как это было три года назад, на стенах образовывался конденсат зачастую, и вода прям стекала по древним фресковым росписям. Реставраторы за четыре года проделали колоссальную работу. В первую очередь устранили сырость. Сделали дренаж, установили электроподогреваемый пол и датчики контроля температуры и влажности. Затем начали восстанавливать убранство храма. Мастерам удалось сохранить уникальный позолоченный иконостас и фрески, созданные в 17 веке любимым Агеевым. Мастером, который позже расписывал Успенский собор в Кремле. Реставрацию памятников Древней Руси в Кириллове продолжают. Сейчас на очереди работы с крепостными сооружениями 16-17 века. Программа работы составлена на пять лет, а начнутся они уже в нынешнем году. Анна Кононова, Андрей Николаев, Вологодская область. Мы продолжаем передачу «Церковь и мир». На сайт нашей программы vera.vesti.ru приходят вопросы от телезрителей. Я сейчас отвечу на несколько поступивших в последнее время вопросов. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Владыка. Сегодня будут вопросы о любви. И первое от Анатолия из Москвы. Мы знаем от апостола о том, какая должна быть любовь. Но что такое любовь, мы не знаем. Так что же это? Что такое любовь, это не так просто объяснить. Прежде всего, в Евангелии говорится о том, что Бог есть любовь. И святые отцы учат, что любовь – это одно из имен Божиих. Святой Григорий Богослов говорил, что это главное имя Божие. То есть главное свойство Бога заключается в том, что Бог является источником любви. И если исходить из этого, то любовь – это то, что связывает между собою человека и Бога, Бога и человека, и то, что связывает между собой людей. Причем любовь Бога по отношению к человеку, она всегда является абсолютной. Она не уменьшается в зависимости от того, как себя ведет человек. Любовь человека к Богу, конечно, бывает очень разной. Это зависит от самого человека. Она бывает разной в разных людях, и она бывает разной у одного и того же человека в разные периоды его жизни. И совершенно особая история – это любовь, которая существует между людьми. Это может быть любовь родственная – родителей к детям, детей к родителям. Это может быть любовь супружеская – мужа к жене, жены к мужу. Это может быть любовь к своим друзьям. Это может быть любовь к своим ближним. И совершенно особый род любви, сверхъестественный род любви – это любовь к своим врагам. Это то, что не входит в естество человека. Это то, что противоречит обычной человеческой логике. Но это то, что Господь заповедал нам, христианам. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь о ненавидящих вас и творящих вам напасть. Вот это та заповедь, которая превосходит человеческие возможности, которая требует от человека постоянного обращения к Богу и помощи Божией для того, чтобы это качество в себе приобрести. Но это та наивысшая форма любви, которая должна отличать христиан, последователей Христа от всех остальных людей. Владыка Жанна из Вологды спрашивает. Существует мнение, что тот, кто не создал семью, не может познать любви. Ведь люди приближаются к Богу, преодолевая все трудности в любви. Неужели одиноким людям путь к божественной любви закрыт? Одиноким людям путь к божественной любви не закрыт. Об этом свидетельствует многовековой опыт монашества. Ведь монахи — это люди, которые не создают семью, которые не заводят детей. Монахи — это люди, которые проводят жизнь в одиночестве. И даже если они живут в монастыре, в монашеской общине, то каждый из них является одиноким человеком. Он проводит основную часть времени в своей келье, в молитвах, наедине с Богом. И при этом очень многие монахи обладали такой любовью, которая была недоступна обычным людям. Вот, например, преподобный Серафим Саровский, который никогда не имел семьи, который был монахом, аскетом, молитвенником, но к которому со всей России стекались люди. И для каждого из них он находил слово утешения. Каждого из них он встречал словами «Христос воскресе, радость моя». Каждый из его посетителей уходил от него утешенным и наполненным той любовью, которую он передавал людям. И Никита из города Саратов спрашивает, не возбраняется ли в церкви знакомиться с девушками? В церкви не возбраняется знакомиться с девушками, но это не следует делать во время богослужения. Но церковная жизнь, конечно, не сводится к богослужению. И сейчас практически в каждом приходе есть молодежные клубы, молодежные кружки, кинолектории или какие-то возможности для встреч между молодыми людьми. И очень часто как раз такие встречи приводят к тому, что молодые люди знакомятся, а потом вступают в брак. Владыка, спасибо вам огромное за ответы. Спасибо, Анастасия. Дорогие братья и сестры, продолжайте присылать ваши вопросы на сайт нашей программы вера.вести.ру. А я напомню вам в завершении слова апостола Павла из послания к римлянам. «Любящий другого исполнил закон». Всего вам доброго и да хранит вас всех Господь!